Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Канышова. В ближайшие 20 минут я и мой коллеге вам расскажем. По данному факту проводится доследственная проверка, то есть правовую оценку именно по тому лицу, который совершил поджог, примутся после того, как лист будет собранный материал. Россиянин ищет родного брата в Караганде. Вот это все вспоминаю я и спокойно не могу жить. Думаю, может живой, пока может умру, что-нибудь узнаю о нем. В шахтерской столице открыли новое производство. Регрессники устроили поджог в здании департамента Арселор Митталтимиртау. ЧП произошло сегодня утро. Требуя положенных выплат, один из экс-горняков поджег бутылку с бензином. Есть пострадавшие. Охранница кричит, да поджигай, поджигай. А мужики, мало того, тут так на взводе, а еще на мужское достоинство надавил. То, что поджог случился, кто-то винит охранников департамента. Мол, они спровоцировали ЧП. В то время, когда служба безопасности выпроваживала толпу негодующих горняков, один из регрессников достал зажигалку и поджег бутылку со смесью. Огонь охватил коридор. В итоге пострадали сам мужчина и сотрудник Акимата. У обоих обгорели ноги. Им оказана медицинская помощь. На переговоры с регрессниками приехали чиновники. Первый заместитель Акима области Габит Мухамбетов, зам Акима города Ирина Любарской и профсоюзный лидер Марат Миргоязов. Представители исполнительной власти пояснили, Акимат будет ставить вопрос о выплате пособий перед руководством промышленного магната. В рамках законодательства с компанией «Арселор Метал Тимирта» проводятся тысячи переговоров. Акима области лично сам ставит этот вопрос перед руководством компании. С тем, чтобы есть правовое поле, есть законодательство, нужно обеспечить исполнение. Другого пути у нас нет. Между тем, в правоохранительных органах сообщили, что зачинщиков поджога еще не арестовали. На момент выхода сюжета они писали объяснительные. По данному факту проводится доследственная проверка. То есть правовую оценку именно по тому лицу, который совершил поджог, примется после того, как весь будет собран материал. Напомним, около 300 шахтеров-инвалидов «Арселор Метал Тимирта» больше года не получает пособия. И это несмотря на то, что суд вынес решение в пользу экс-горняков. По факту невыплаты компенсации за утраченное здоровье было заведено уголовное дело, ход которого под контроль взяла прокуратура. Тем временем поступок коллеги регрессники не одобряет. Но и понять мужчину можно, говорят экс-горняки. Я не ожидал, что он с собой принесет бутылку и самоподжог. Если бы, конечно, мы знали, мы бы ему не дали. Ну, довели его до отчаяния уже, потому что на прошлые акции, когда собирались просто эти ребята уже были заведены до предела. Ну, представьте, год не получать денег. Год. Семья на счета должна... Арселор Миттл, Тимиртау изначально, как только сюда пришел, ни разу не исполнял законодательство по регрессным выплатам. В первенем случае до конца. Он его исполнял как хочет и как ему выгодно. И сейчас он это самое делает. Мало того, он додумался до того, что вообще 300 человек почти сидят без хлеба, без соли. Переговоры пройдут в том же составе через 10 дней, но уже без зажигательных смесей. Ирина Камышова, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Россиянин ищет родного брата в Караганде. На сайт Первого Карагандинского пришло письмо из Кабардино-Балкарии. Пожилой мужчина просит помочь разыскать брата. В военные годы их распределили разные детские дома. С тех пор связь была потеряна. Десятки лет поисков не дали результатов. А 30 лет назад стало известно, что разыскиваемым предположительно может находиться шахтерская столица Казахстана. Все подробности у нашего корреспондента. Кабардино-Балкария, Эльбургский район. Посреди скалистого ущелья располагается село Кенделен. 66 лет назад, в марте 1944 года, якобы за бандитизм и пособничество немецко-фашистским оккупационным силам, началась депортация балкарцев. Весь народ был вывезен в Среднюю Азию. Семья Узденовых не стала исключением. Отец с матерью и два их сына Залкуф и Мажир попали в Киргизию, в город Кишпек. Родители умерли и дети остались одни. Нас забрали с братишкой в детприемник, во Фрунзе. Ему лет 6 было. Мне лет 12-13 вот так было. Нас все оформили, помыли все. Его меньшую группу, а мне старшую группу. Я раз пошел, его нет. По ошибке начальника отдела по борьбе с беспризорностью Киргизской СССР, братьев расселили по разным детдомам. Как только Залкуф достиг совершеннолетия, он сразу же начал поиски брата. Писал во все инстанции, но безуспешно. Все, что он мог рассказать о брате, его имя и особая примета. Когда мы играли, это толкнули его в огонь. Он упал в затылке, в этот огонь. И я его схватил, его потащили в везде в больницу. Вот этот шрам, сантиметр, наверное, 4 на 4, вот такой шрам, так и остался его в затылочной части, в голове. Вот это самые лучшие приметы его. Внешность, он не черный, он такой, ну сказать, не смуглый такой, светлые волосы такой он был, голлоглазый вроде. Уже спустя много лет у Залкуфа появился важный документ – фотография. На ней, предположительно, Мажир, заметно повзрослевший. Благо, в послевоенное время была служба, которая фотографировала беспризорников. Один из них с фамилией Узденов на этом снимке. Благодаря родственнице из Караганды это фото попало к Залкуфу и начался новый этап поисков брата. За несколько лет он повстречал свыше десятка однофамильцев. Но никто не признал в нем родного брата, не сходились и приметы. Вот это все вспоминаю я и спокойно не могу жить. Думаю, может, живой, пока, может, умру, что-нибудь узнаю о нем. Говорят, что брат может находиться в Караганде, потому мужчина просит откликнуться тех, кто узнает себя на снимке или знаком с Мажиром Узденовым. Ирина Камышова, Схатай Бедулов, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена-Абдирова, 9, телефон 909-909. В Караганде открыли новое производство. Компания «Казметис» запустила линию по выпуску промышленных стальных канатов, аналогов которых нет в Средней Азии. Старт новому производству дал Акимовласти Боржан Абдишев. Запускаем! Еще недавно проект по производству стальных канатов компании «Казметис» рассматривали на Коордиационном совете. Сегодня новая линия официально запущена. Стоимость проекта – 905 миллионов тенге. Процентную ставку по кредиту на закуп оборудования субсидировали в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Канаты – это основной грузонесущий элемент, который используется в различных подъемных механизмах, землеройных машинах, дорожных и так далее. Основная направленность, учитывая специфику нашего региона, это будут канаты для эскаваторов. Но в то же самое время мы будем их изготавливать и для металлургических кранов, для обычных кранов, шахтные канаты в том числе. Такие канаты активно используются в промышленности. Проектная мощность – 5000 тонн продукции в год. Помимо основного рынка сбыта Казахстана, планируется экспортировать стальные канаты в Россию и Узбекистан. Благодаря новому производству создано 40 рабочих мест. Мы стали свидетелем именно нового производства. Самое важное, что оно единственное на Казахстане. Мы слышим, что на постсоветском пространстве такие произвели три, и Казахстан, в том числе, индустриальное сердце страны Караганда является первым. Поэтому я всех вас поставлю. Глава региона также отметил, что на сегодняшний день Карагандинская область занимает второе место в республике по выпуску промышленной продукции. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Караганду посетила министр здравоохранения Солидат Каирбекова. Глава Минздрава встретила со студентами Карагандинского государственного медицинского университета. Подробности у нашего корреспондента. Неформальная встреча Солидат Каирбековой в стенах Карагандинского государственного медицинского университета со студентами началась с осмотра лаборатории. А здесь новейшее уникальное оборудование, на котором практикуют студенты. Не во всякой больнице его можно найти. Но современные стандарты качества обучения требуют, чтобы будущие медики не только знали, но и могли практически работать с передовыми медицинскими технологиями. А тем временем актовый зал уже заполнился студентами-докторантами вуза. Разговор зашел о профессии врача на современном этапе. Были годы, когда больные сами принесли это лекарство. Все это было сегодня в стационарах лекарства. То, что в рамках протокола стандарта международного гарантировано, оно есть, оно закупается. Здоровый человек не тот, кто лечится, а тот, кто не болеет. Поэтому сегодня на первый план выдвигается профилактика заболеваний. Очень много больных сегодня в наших стационарах. Тех, которых можно было туда не ложить, если бы была нормальная профилактическая работа и диспансеризация, поставленная на уровне поликлиния. Проблемных вопросов оказалось много. Был высказан ряд предложений по улучшению процесса обучения студенческой жизни. Встреча со студентами вылилась в конструктивный диалог, что волновало студентов. Это вопрос, конечно же, в первую очередь жилья, так как у нас очень много иногородных студентов. И сегодня затрагивались вопросы постройки нашего будущего общежития. Также были очень сложные вопросы с построением нашей клиники при мед. университете. То есть, чтобы студенты могли без отрыва от учебы проходить сразу большие клинические навыки. Врач – особая профессия. Он стоит на страже здоровья нации. И отношение к нему особое. Для вас можно осознать все условия. Но самое главное – надо самому этому всему соответствовать и хотеть учиться и получать знания. Солидатка Ербекова ответила и на вопрос журналистов о приостановлении вакцинации населения. В Павлодарской области две девочки оказались в реанимации. Там работает комиссия. Мы пригласили международных экспертов для того, чтобы была объективная картина тех двух необычных случаев, которые произошли в селе Майском Павлодарской области. Говорить о поствакциональных осложнениях рано, потому что в практике такие случаи имеют место быть. Международные эксперты скажут свое слово. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. В конце октября Казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина ставит премьерный спектакль «Жулан Курт». Современная трагедия из жизни молодежи. В нем сконцентрированы основные болевые точки нашей жизни. Это не первая пьеса Отеана Ахметова, поставленная в театрах Казахстана. В «Жулан Курте» автор безжалостен к своим героям. В пьесе переплетены и вечная проблема отцов и детей, и наркотики, и алчный полицейский, и любовь. Режиссер Айбек Крыкбаев, как хирург, разбирается в причинах болезни общества. Но как поступить с убийцей собственного отца? Кто довел сына до такого состояния? Кто виноват в трагедии, человек или обстоятельства? На все эти вопросы должен ответить зритель самостоятельно. Кроме ведущих артистов театра, в спектакле заняты и молодые актеры. Премьерный показ спектакля «Жулан Курт» состоится 26 октября. В седьмой гимназии прошел круглый стол по профилактике экстремизма среди молодежи. Организатором выступила Майкудукская мечеть имени Балакажи. В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы, обсуждались моральные ценности для подрастающего поколения. Сюжет Алина Акбаевой. В преддверии Национального дня духовного согласия в седьмой гимназии пришел круглый стол. В мероприятии приняли участие религиозные объединения, руководители молодежного центра и ветераны Великой Отечественной войны. Представители старшего поколения давали советы школьникам. Проживали трудные годы, годы колодовки, трудные годы Отечественной войны. Мы работали, наши поколения работали в восстановлении народного хозяйства. Многие происшествия, новости произошли в наших глазах, нашими поколениями пережиты много. Именно посредством опыта старшего поколения возможно воспитать духовно развитую молодежь. В этом уверены и сами учащиеся. И наша главная цель в школе – это учиться, образование, будущее нашей школы, будущее Республики Казахстан. И я против всяких сектантских групп. Нужно верить в ислам. Если придут такие вот люди, которые сектантские группы, мне кажется, что они нужно влиять им, поддаваться. И двери мечети всегда открыты, можно всегда туда пойти. Алина Акбаева, Карат Рашидов, Асхат Абидулов, Первый Каргандинский. Автомобиль европейского класса «Пежо» в Караганде. Автоцентр «Бахус» открыл новый специализированный салон по продаже легковых машин казахстанской сборки. Наш корреспондент оценивал услуги нового предприятия. Теперь в городе Караганда благодаря этой замечательной компании стартует продажа шикарных европейских автомобилей марки «Пежо». Торжественное открытие автосалона состоялось. Генеральный директор автоцентра «Бахус» Уэрат Нурказов и Ерлан Сунтаев, генеральный директор торгового дома «Аллюр», перерезают алую ленту. «Летит гораздо лучше, поэтому ни в коем случае на них не скупимся». Автоцентр «Бахус» на рынке региона является официальным представителем ряда компаний по производству автомобилей с 2005 года. Его логотип узнаваем и вызывает уважение у всех автомобилистов. Теперь, выполняя президентскую программу по развитию малого и среднего бизнеса, открыт новый автосалон по продаже «Пежо» с казахстанским содержанием. То есть они, эти машины, собираются на сборочном конвейере «Агромаш-холдинга» в Кустанае. Думаю, у нас в Караганде автосалонов не так много. Хорошие качества, которые гарантируют, которые обслуживают. Большой ассортимент предлагается, разные комплектации машин в зависимости от пожелания клиентов. Клиентам автосалона предоставляются выгодные условия по оплате своей покупки. Официальный дилер компании «Алюр Авто» автоцентр «Бахус» большое внимание уделяет реализации автомобилей с казахстанским содержанием, таких как «Саньонг», «ЗАЗ», «Ивека», а теперь и «Пежо». Мне очень понравилась, конечно. Интересная программа, красивое здание, действительно машины стоят. Поздравляем с открытием «Бахус». Я считаю, что «Пежо», хоть у нас в Казахстане еще побаиваются этой марки, что «Пежо» нужно покупать, нужно ездить. Для потенциальных покупателей на открытие автосалона разыгрывались призы. Победители получали сертификаты на бесплатный уход за личной машиной. Большой опыт, материально-техническая база автоцентра «Бахус» позволяют с уверенностью прогнозировать большой покупательский спрос. «Сентр Бахус» является одним из стратегических партнеров Евразийского банка. Мы осуществляем кредитование линейки всех машин, которые представляют «Сентр Бахус», такие как «ЗАЗ», «Чекс», «Саньонги». И сегодня к ним добавилась линейка автомобилей «Пежо». Кстати, уже до официального открытия специализированного салона было продано 20 новеньких «Пежо». Это говорит о многом. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. А теперь к новостям спорта. В Караганде стартовал чемпионат области по кикбоксингу среди мужчин и женщин. В первенстве принимают участие 125 спортсменов со всего региона. Соревнования проводятся в лично-командном зачете по правилам Всемирной ассоциации организации кикбоксинга в разделе «Фуллконтакт» и «Лоу-кик». Победители представят область на Кубке Газахстана и международном турнире, который пройдут в конце октября. Соревнования проходят у нас по двум возрастным подгруппам. 96-97 – это открытый чемпионат города Караганды и открытый чемпионат области среди мужчин и женщин. 96-97 год у нас идет отбор в город Джамбу. Там будет проходить международный турнир 25-го числа. И 30-го числа, 30-го октября будет проходить Кубок Казахстана в городе Петропавловск. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, если у вас есть интересная информация. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саудонстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова